Лишили новогоднего праздника. Челябинскому детсаду, где детей кормили супом с червями, запретили приглашать актеров и аниматоров. В дошкольном учреждении новый случай отравления. Сегодня в детский сад приехала очередная комиссия. Что выяснили проверяющие, узнала Ирина Гончаренко. В Челябинском детском саду номер 370 снова проверка. На этот раз приехал депутат Государственной Думы Владимир Бурматов, представитель управления образования города Челябинска и Роспотребнадзор. Пришли родители воспитанников. Они недовольны тем, что ситуация в детском саду не меняется. Буквально на эту неделю одного из детей после приема пищи снова началась работа, несмотря на то, что садик регулярно проверяют. Чем же еще остались недовольные родители? Давайте послушаем. Мы хотим, чтобы в садике был порядок. Чтобы наши дети уходили отсюда целыми и здоровыми. Вчера был звонок с управления образования о том, что запретили устраивать выездные бригады в нашем садике утренники. И ее слова были, что это мы наказаны таким образом. Вот за всю эту историю. Заведующая детского сада показывает проверяющим большое количество грамот и дипломов, уютные группы. Якобы этот садик входит в десятку лучших тракторов заводского района. Однако это не отвлекает внимание ревизоров. Заметно, что заведующая очень волнуется. Ведь вскрылись и факты пропашенных жалоб от воспитателей на то, что в марте детей была рвота и зафиксировано отравление. Также выявили то, что была подделана подпись бывшего повара под актом утилизации некачественной продукции. А также родители пожаловались на то, что заведующая давит на них и на воспитателей. Однако все эти обвинения в садике отрицают. Я не знаю, как такое получилось, но всю позицию свою я изложила контролирующим органам. Контролирующие органы разберутся и все это будет дано. И в СМИ. Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов считает, что этого инцидента можно было бы избежать. Главное, чтобы все инстанции работали. Уголовное дело может быть возбуждено в отношении тех лиц, которые непосредственно принимали решение о приготовлении еды для детей из некачественной пищи. На мой взгляд, возможны факты и в отношении тех лиц, которые своевременно не провели проверочные мероприятия. У меня очень большие вопросы. Еще раз говорю, кросс-потребный взорог. Напомню, что в этом садике номер 370, который расположен в тракторозаводском районе, произошел вопиющий случай. Детей накормили супом с червями. Тревогу забили родители. Они даже и выложили фотографию в социальные сети. Прокуратура и Следственный комитет по этому вопросу начали проверку. Однако, пока решение не было вынесено. Здесь продолжает работать заведующая. А повар, который, собственно, и приготовил этот суп, уволился якобы по своему желанию.